В феврале 2024 года Российская Академия будет праздновать 300-летие. Эта памятная дата значима не только для научного сообщества, но и для всей страны. За три столетия истории Академии менялись и ее состав, государственный статус, научная направленность. На одно оставалось неизменным – роль Академии наук как главного научного учреждения страны. Указ о праздновании 300-летия Российской Академии наук президент Владимир Путин подписал в мае 2018 года. История Российской Академии наук началась 28 января по старому стилю и 8 февраля 1724 года. В этот день был издан указ императора Петра I о создании Петербургской Академии наук. За годы своего правления последний царь и первый император сделал многое для России. Создал флот, открыл первый в стране музей, построил на болотистой местности целый город. И, конечно, основал Академию наук – старейшее и крупнейшее научное учреждение России. Академия наук стала родоначальницей всей системы научной деятельности в стране. Благодаря научным поискам первых членов Академии наук России появились обсерватории, музеи, исследовательские лаборатории и университеты. Так откуда же у Петра I возникла идея создать Академию? А на это повлияли поездки в Европу, где великий император черпал вдохновение и возможности для развития государства российского. Петр посетил Французскую Академию наук, где иностранные ученые демонстрировали химические эксперименты. Он принял участие в заседании, на котором был единогласно избран почетным членом Французской Академии наук. Особенно много император общался с немецкими учеными, в том числе с универсальным человеком того времени – математиком, философом, физиком и языковедом Готфридом Лейбницем, который, как считается, и подсказал императору устройство Академии, которое бы учитывало отечественную специфику. Петр осознал, что в России необходимо создать все условия для развития научных знаний и образования населения. Поэтому еще до официального открытия Академии наук император стал активно разрабатывать элементы будущей инфраструктуры. Первым делом Петр I сделал общедоступным свое личное собрание книг и нанял библиотекаря, который должен был следить за собиранием и пополнять его. Также в 1714 году Петр организовал публичный музей «Кунсткамеру», фонды которого содержали различные редкости. В документах об учреждении Академии наук и художеств «Кунсткамера» рассматривалась как неотъемлемая часть Академии наук, а фонд – как инструмент, способствующий деятельности академиков. Согласно историческим данным, за 10 лет до официального открытия Академии наук уже велись активные переговоры с крупными зарубежными учеными об их приезде в Россию на работу по контракту. В стране практически не было своих ученых, отсутствовало высшее образование, поэтому император начинал с нуля. Славяно-греко-латинская и Киево-могилянская Академии, созданные в конце 17 века, готовили исключительно священнослужителей, поэтому для Российской Академии наук приходилось создавать новый научный фундамент. На первых порах в состав Академии вошли такие выдающиеся исследователи, как французский астроном и картограф Жозеф Николя де Лиль, швейцарский физик, механик и математик Даниил Бёрн Улли, немецкий историк и филолог Готлиб Зигфрид Байер и великий математик и механик Леонард Эйлер. Но спустя годы Академия наук подготовила отечественных ученых, получивших блестящее образование в академических учебных заведениях, академиков Котельникова, Лепехина, Севергина и других. Многие историки до сих пор спорят, какой год считать официальной датой создания Российской Академии наук. В наши дни мы празднуем День Основания Академии наук как День Российской науки 8 февраля. Именно 8 февраля 1724 года, 28 января по старому стилю, Сенат опубликовал указ об учреждении Академии наук. Однако сам Петр I не успел торжественно открыть Академию. Это сделала его вторая жена, императрица Екатерина I в декабре 1725 года. Петр I создавал Академию наук по европейским канонам, но с учетом отечественной специфики. Российская Академия наук учреждалась вместе с гимназией и университетом, которые готовили будущих ученых. Последние становились членами Академии и получали жалования за обеспечение научно-технического развития государства. Первым президентом Академии наук стал лейб-медик Лаврентий Блюмент Рост, значимая для Петра I фигура. Кстати, несмотря на свои иностранные корни, Блюмент Рост первое время оставался единственным из академиков, родившимся в России. При подготовке документов об учреждении Академии наук он руководствовался установками императора и успешно вел дела от его имени, а затем и от имени императрицы Екатерины. Первые члены Российской Академии наук сразу приступили к работе по умножению научного и культурного богатства России. В качестве главных направлений академики выбрали три основных класса математический, физический или естественный и гуманитарный. В распоряжении ученых были коллекции кунсткамеры, анатомический театр, географический департамент, астрономическая обсерватория, минералогический кабинет и даже ботанический сад. В первые десятилетия в Академии зарождались основы для развития горного дела, металлургии и других значимых для государства отраслей промышленности. Ведущие географы и путешественники осваивали геодезию и картографию. Благодаря этим работам уже в 1745 году ученые создали первую карту страны – Атлас Российский. Одновременно проводились крупные исследовательские экспедиции, участники которых внесли вклад в освоение природных ресурсов России. Большое внимание академики уделяли этнографическим исследованиям территории страны. Ученые исследовали животный и растительный мир регионов, обнаружили месторождения полезных ископаемых, описали историю, этнографию и хозяйственную деятельность живущих на территории России народов и начали изучение их языков. Спустя 12 лет после основания Академии наук известный французский физик Дорту де Мерам писал, «Петербургская Академия со времени своего рождения поднялась на выдающуюся высоту науки, до которой Академии Парижская и Лондонская добрались только за 10 лет упорного труда». Не забывали академики и о популяризации науки. Культурная жизнь Санкт-Петербурга обогатилась публичными лекциями по математике, физике, химии и истории. Лекции академиков собирали многочисленную аудиторию. Так, дело Петра I запустило процесс просвещения российского государства, а Академия наук стала главным научным учреждением страны. За почти 300-летнюю историю Академия не раз переживала потрясения, в том числе политические изменения. Она существовала в Российской империи, Советском Союзе и современной России, но никогда Академия наук не забывала о своей миссии, связанной с поиском научных истин и служением Отечеству. Во все времена академическое сообщество осознавало главную цель Академии наук — расширять пределы человеческих знаний, развивать науки, обогащать их новыми открытиями и просвещать человечество. Ведь наука была и остается двигателем прогресса.